МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какие важные вопросы удалось решить? Чья обязанность прибираться возле торговых точек из-за правил благоустройства депутаты поспорили? 23 июня депутаты Северодвинска собрались на очередной и последней перед каникулами сессии. На повестке дня 21 вопрос. Первый проект решения о присвоении звания почетный гражданин Северодвинска Александру Николаевичу Бурлову. С журналистом, краеведом, историком, общественным деятелем по улицам Северодвинска прогулялась моя коллега Мария Воробьева. Это место связано с тем, что я приехал в 1942 году и впервые прошел по этой улице, с футзала, и в конец этой улицы, тогда она называлась Северная. С этих слов начинается и книга уроженца Вологодской области Александра Бурлова «А ты мне улица родная». Бывшая Северная, ныне Торцева, в 1942 году и стала для него такой. Здесь прошло его детство. Александр Бурлов в 43 года трудился на Севмаше, стоял у истоков любительского кино в Северодвинске, член Союза журналистов и писателей России. Основные темы творчества Александра Бурлова – краеведение, история города и завода, судьбы земляков. За вклад в просвещение северодвинцев сегодня ему присвоено звание почетный гражданин города Северодвинска. Бурлова Александрия Николаевича нет государственной награды в знак почеты и награждение награжденым знаком за заслуги перед Северодвинском. Нагрудным знаком Александра Бурлова торжественно наградят в день города 30 июля. Александр Николаевич – это, можно сказать, легенда целого города Северодвинска. Он со времен Отечественной войны и по сегодняшний день ведет активную работу, поэтому я считаю, что здесь абсолютно, даже без всяких сомнений, он должен вносить такое большое звание – почетный гражданин города Северодвинска. Среди почетных граждан Северодвинска очень много руководящих работников образующих предприятий и много руководящих работников города, вот именно секретарей, госполкома и так далее. Очень приятно, что сейчас это звание присвоено историку и краеведу, который действительно любит Северодвинск, знает Северодвинск, пишет много о Северодвинске. Очень положительные, конечно, эмоции и очень волнительные, потому как, ну, я считаю, что это исключительно высокое звание такое вот, это должность. В свои 83 года Александр Бурлов продолжает творить. Сейчас он трудится над второй частью книги о старом Северодвинске. Название уже есть и в непогоду дорога. Работа будет посвящена проспекту Ленина и, конечно, адресована северодвинцам. На июньской сессии депутаты Горсовета приняли отчет о доходах и расходах за 2015 год. По сравнению с 2014 бюджет Северодвинска вырос на 10%, но на 13% больше потратили. На что пошли муниципальные деньги, расскажет Валентина Приходько. 5 миллиардов 795 миллионов рублей потратил город в прошлом году. 53% всех денег пошло на образование, на ЖКХ. 14,9%, 10% направили на национальную экономику, в которую основные траты пришлись на дорожное хозяйство. Остальные 22% бюджета распределились на социальную политику, общегосударственные вопросы, спорт, культуру, обслуживание муниципального долга, национальную безопасность и охрану окружающей среды. С 2014 годом наши расходы увеличились на 674,8 миллиона рублей. А по сравнению с 2013 годом расходная часть бюджета увеличилась на 939,4 миллиона рублей. У контрольно-счетной палаты вопросы только к управлению образования. На эту сферу рекомендуется тратить не более 49% всех средств. У нас же уходит гораздо больше. Однако депутаты отвечают, что это вынужденные затраты. Многим школам сегодня необходим ремонт кровли, а это стоит недешево. Если в прошлые годы нам, скажем так, с ремонтом помогала область, то теперь это все практически взвалили на нас. Поэтому отстроить надо. Крыши текут, крыльца рушатся. Поэтому это такой бесконечный, мне кажется, замкнутый круг. Но тем не менее, я думаю, что очень много вопросов по предписаниям. И это первоочередные вопросы, которые мы решаем. Иногда хочется крыши, но надо делать какие-то другие вещи. Может, на наш взгляд, они мели, прицепяли, там покрасили. В целом, бюджет 2015 года закрыли с минимальным дефицитом 5,8 миллионов рублей. Но так получилось, потому что не потратили средства на строительство многоквартирного социального дома. То, что мы разорвали со строительной компании, которая планировала построить у нас многоэтажный дом, и, соответственно, средства были неосвоены. Основная причина в этом. В 2015 году построили 30 тысяч квадратных метров жилья. В этом по плану 33 тысячи. В 2017 еще 50 тысяч квадратов жилья. На социальных программах депутаты не экономят. В помощь и налоговые поступления. В 2015 году они увеличились не более чем на 100 миллионов рублей. По мнению экспертов контрольно-счетной палаты, это показатель работающей экономики. По итогам 2015 года депутаты не досчитались 220 миллионов рублей. В том году, в 2015, если бы не случился этот кризис, у нас бы бюджет города дошел до 6 миллиардов. Но мы в связи с тем, что у нас произошла переоценка земли, и то, что реально упал рост выплат по заработной плате, соответственно, вот эти прогнозы, которые были, значит, они упали. И поэтому вот бюджет мы буквально на апрельских сессиях снимали определенную сумму ассигнований, и вот в конце вот эта чехарда, она как бы шла. По прогнозам на 2016 год дефицит бюджета вырастет, но депутаты надеются на поддержку из федерального бюджета и увеличение казны за счет налогов. Отремонтируют кровли школ, реконструируют дороги по Коротскому и Солзинскому шоссе, электрифицируют дачные поселки, установят новую температурную норму на зимний период для Северодвинска. Все это будет сделано благодаря принятым поправкам в бюджет 2016 года. По словам депутатов Горсовета, все изменения социально значимые и связаны с сезонными работами. Подробнее в следующем сюжете. Доходы Северодвинска в 2016 году составят 5 миллиардов 600 миллионов рублей. Расходов будет больше на 307 миллионов. Мы прожили полгода и должно быть какое-то понимание того, что вы сейчас видели исполнение бюджета 2015 года и бюджет 2016 года. Он меньше на 200 миллионов рублей. То есть это просто для понимания того, какой бюджет мы на данный момент сейчас осваиваем. На июньской сессии депутатам пришлось перераспределить расходы этого года. Большую поддержку получат ЖКХ, Управление культуры и Администрация Северодвинска. Дополнительные средства выделят также Управлению образования, КУМИЗО и Управлению социального развития, опеки и попечительства. Изменения обойдутся бюджету в 142 миллиона рублей. На эти деньги, например, улучшат организацию отдыха детей. Предоставят молодым семьям субсидии на приобретение жилья. Установят тренажеры на стадионе «Строитель». И это еще не все позитивные изменения, которые мы увидим в 2016-м. 330 миллионов у нас сейчас пойдет на переселение граждан из ветхого аварийного жилья. То есть это есть перспективы. 5 миллионов совет депутатов Северодвинска направляет на благоустройство. Внутри дворовых территорий, значит, соответственно, город будет жить веселее, веселее. 70 миллионов выделила область на реконструкцию Коротского и Солзинского шоссе. 20 миллионов решено пустить на электрификацию СНТ. Таких преобразований жители города ждали не один десяток лет. Депутаты также проголосовали за 10 поправок в бюджет. Так удовлетворили просьбу депутата Ольги Варзуновой о выделении 50 тысяч на исследование температурного минимума в Северодвинске. Сегодня по СНИПу самая холодная пятидневка в городе на отметке минус 30 градусов. В Архангельске провели подобные исследования, а сейчас там новая норма – минус 31 градус. Этот один градус может сыграть существенную роль для всей жилищно-коммунальной системы. Если температура будет, предположим, минус 31, это повлияет на расчет нормативов потребления на отопление обязательно. И это влечет следствие какое? В квартирах должна быть температура не как сегодня по СНИПу – 18 градусов, в угловых 20 градусов, а 20 в обычных квартирах – в угловых 22. Но мы обязаны будем или реконструировать систему отопления, или дополнительно утеплять фасады. Но, естественно, применять ряд мер, касающихся энергоэффективности, чтобы достичь эту температуру. Основные поправки коснулись и ремонта образовательных учреждений. Решено выделить почти 4 миллиона рублей на кровлю 11-й школы. Стоимость питания в образовательных учреждениях до конца 2016 года не поднимется. Спорили депутаты из-за правил благоустройства. Дело в том, что прокуратура потребовала отменить пункты в этом документе, которые были прописаны еще 4 года назад. Правила благоустройства Северодвинска были приняты в декабре 2012 года. Там есть два пункта, по которым каждый предприниматель обязан прибирать прилегающую территорию возле своей торговой точки. Не свою собственность, а землю общего пользования, то есть муниципальную, от 5 до 10 квадратных метров. Спустя 4 года предприниматели Северодвинска возмутились по этому поводу, ведь по закону они этого делать не обязаны. С точки зрения экономии бюджета и порядка это было правильно, и можно было предъявить претензии и директорам бюджетных учреждений, и директорам коммерческих структур, чтобы порядок был и экономить бюджетные деньги. С точки зрения разумности, если за мной земельный участок отмежован, числится, я плачу там налоги, почему я должна убирать территорию больше. Поэтому здесь двоякое такое отношение к этому проекту решения. Прокуратура Архангельской области удовлетворила просьбу предпринимателей и указала на незаконность действия администрации Северодвинска. Теперь возмущены депутаты, ведь такое решение влечет за собой дополнительные расходы бюджета и грязь вокруг торговых точек в городе. Прокурор здесь прав, он прав в том, что нельзя это прописывать в закон. Но в договорных отношениях, конечно же, мы можем это сделать. А последствия будут примерно такие. То есть, если, ну, мы считаем так, что если, к примеру, предприниматель, и мы докажем, что вот этот мусор, который возник за пределами его территории, окажется его, то мы будем просто из программы убирать дислокацию по реализации этой продукции. Администрация Северодвинска должна определить еще в договорах, например, при организации сезонной торговли под овощной продукцией, если предприниматель не будет прибирать прилегающую территорию, то весь город погрязнет в грязи. То есть, получается, что в правилах мы сейчас исключим, но в договорах администрации хотелось бы все-таки не предусмотреть, чтобы вот при организации сезонной торговли, значит, эти пункты были учтены и все-таки предприниматели прибирают прилегающую территорию. Таким образом, депутаты проголосовали за отмену незаконных пунктов в правилах благоустройства. Однако с арендаторами муниципальной собственности вопрос уборки прилегающих территорий администрация будет решать, скорее всего, на договорных условиях. Это далеко не все решения, которые приняли городские депутаты на прошедшей сессии. Коротко, а не менее важных смотрите в рубрике «Одной строкой». Оборудование «Ледовая арена» на Беломорце передадут в аренду «Звездочки» без торгов. Так муниципалитет содействует развитию физкультуры и спорта в Северодвинске. Теперь в аренде у «ФОК», «Звездочка» и само здание катка и оборудование. Срок до 2026 года. Дорога «Онежский тракт» передана в областную собственность. Решение принято для оптимизации дорожного хозяйства области. Речь идет об участке в 4 километра от развилки на Коротском шоссе до Кудемского шоссе. Он примыкает к автодорогам, уже находящимся под управлением области. У комиссии по городскому хозяйству новый председатель. Им стал Вячеслав Журавлев. Предыдущий Андрей Чурсанов весной сложил с себя депутатские полномочия. Два объекта выставят на продажу. Ветхое здание бывшего детского сада в Ненаксе уже горело. Продажа избавит муниципалитета бремени, содержание и охрана небезопасного строения. Решение принято после повторного голосования. Одновременно депутаты согласовали и приватизацию второго этажа здания на Советской 55. Чтобы не продавали участки, многодетные семьи освободили от земельного налога на 10 лет. Мера направлена на поддержку семей, которые не просто получили землю в собственность, но и имеют планы по ее обустройству и застройке. Депутаты теперь обязаны не только декларировать, но и обнародовать информацию о доходах и имуществе. Принята поправка в порядок размещения сведений. Скоро увидим декларацию не только постоянно занятых в Совете депутатов, но и всего депутатского корпуса. Депутат Алексей Куксов прекратил свои полномочия. Народный избранник написал заявление о прекращении исполнения обязанностей в связи с изменением постоянного места жительства. Это все. Напоминаю, депутаты городского совета ведут прием граждан. Узнать, кто ваш депутат, режим работы общественных приемных можно на сайте sevgorsovet.ru. Вы смотрели программу «Городской совет». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова